Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. Я взял экшн-камеру, как вы можете судить по картинке. Это первая запись на эту камеру. Не знаю, правильно я сделал настройки, но вместе с вами протестирую. И для того, чтобы время с дря не шло, пока мои дети играются здесь вот на площадке, сзади меня, я взял свой блокнот и в тезисной форме записал несколько мыслей. Я думаю, что их общим таким знаменателем можно назвать, каким образом улучшить качество игры на гитаре. Я думаю, что рано или поздно любой гитарист, когда он начинает играть на гитаре, задается этим вопросом. И, как правило, большинство идут на YouTube и ищут бесплатные видеоролики, что-то повторяют за музыкантами, которые там рассказывают, покажут, каким образом играть на гитаре. Я бы на вашем месте таким образом не поступал. Почему? Существует несколько причин, сейчас я их назову. Первая причина – у вас может в голове возникнуть путаница, потому что вы только что взяли в руки гитару, еще не знаете толком, каким образом даже ее настраивать, каким образом строй выстраивается на самой гитаре, какая струна как называется, как она звучит, и вдруг сразу пытаться научиться играть на гитаре. Тем более могут употреблять музыканты различные термины. Это может вас запутать, и вы просто или остановитесь, или многое неправильно будете понимать. Следующий момент. Действительно, бывают более-менее полезные видео на YouTube, но если вы еще не в теме, тогда тоже вам немножко будет сложно разобраться. Вы будете думать, что это на самом деле так сложно научиться играть на гитаре, и у вас никогда хорошо играть не получится. На самом деле, всему свое время. Если бы вы были уже в теме, возможно, эти видео вам помогли бы. И еще один момент, который, кстати, тоже, мне кажется, играет определенную роль. Скорее всего, видео бесплатные на YouTube мало вам помогут, даже если они, может быть, и достаточно качественные, бесплатному, оно не совсем серьезное. Но если человек заплатил за что-то деньги, он более серьезно будет к этому относиться, потому что деньги заработаны, как правило, трудом и ботом, и кровью, и свои кровные, то, что называется, человека дает, конечно, он хочет получить определенный результат. Еще несколько слов я хочу сказать о видеокурсах, о онлайн-тренингах по игре на гитаре. Некоторые думают, что они пройдут эти тренинги, и качество игры на гитаре у них улучшится. И да, и нет, можно таким образом ответить на вопрос о тренингах или о видеокурсах. Потому что, с одной стороны, зависит то, у какого репетитора или у какого музыканта вы покупаете видеокурс. Если это человек, который действительно умеет грамотно подавать информацию и хорошо играть на гитаре, тогда, конечно, могут эти курсы вам помочь. Я бы так сказал, что вот эти видеокурсы или онлайн-тренинги по интернету это своего рода компромисс между бесплатными видео на YouTube, в частности, и платными занятиями у репетитора. И если вы более-менее играете на гитаре и интересует вас какая-то узкая тема в игре на гитаре, и по этой теме вам попался курс, то почему бы и не попробовать. На самом деле, я сам сталкивался с видеокурсами. Есть действительно качественные, хорошие материалы. Поэтому здесь уже, как говорится, на ваш страх и риск. Могут помочь, могут не помочь. Но если вы не будете по ним заниматься, то они вам точно не помогут. Но еще один последний момент, на который я хочу обратить внимание. Он относится вообще-то к любой сфере нашей жизни. То, чему вы посвящаете свое время и усилия, имеет тенденцию улучшаться. Таким образом я сформулировал эту мысль. Поэтому, если вы хотите улучшить качество игры на гитаре, уделяйте как можно больше времени занятиям, по возможности, усилия. Думайте об этом. Используйте любую возможность, чтобы подчеркнуть новые знания, позаниматься на гитаре. И тогда неизбежно ваше качество игры на гитаре начнет улучшаться. Вот в нескольких словах я хотел вместе с вами пообщаться на тему, о том, как улучшить свою игру на гитаре, повысить качество исполнительское, свое мастерство в игре на гитаре. Спасибо, что досмотрели это видео. Если вам нравятся такие спонтанные обращения, пожалуйста, дайте об этом знать своими лайками и комментариями под этим видео. И тогда, используя вот эту видеокамеру, я буду при удобной возможности записывать аналогичные видеоролики с советами, с ответами на вопросы. Всего доброго. До встречи в следующих видеороликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok